Как быть с человеческой натурой? Хорошо, начнем с того, что когда мне было лет 15-16, я задавал те же вопросы, что и вы сейчас. Я спрашивал себя, как привести мир в согласие, объединить все народы, ведь их традиции, их представления о Боге такие разные. У кого-то 10 жен, у вас только одна. Как объединить всех этих людей? Я произнес три самых трудных слова в моей жизни. Я не знаю. Я в самом деле не знал, как же это можно сделать. И я сказал, не пытайся спроектировать глобальную цивилизацию, пока не поймешь, о чем ты говоришь. Я запутался в своих мыслях. Мышление — это разговор с самим собой. Если меня спросят, увидимся в субботу? Я думаю про себя, мне надо детей забрать, значит встретиться не получится. Мысли — это разговор с собой, ничего магического. И я спросил сам себя, откуда ты знаешь, что твоя система будет работать? На бумаге все гладко. Звучит, как будто ты, это мои собственные слова, утопист. Очень давно я взял книгу в библиотеке. Она называлась «125 утопий и почему они провалились». Мне было очень важно ее прочитать. И после прочтения этой книги у меня появилось несколько иная идея. В свое время была такая штука Виктрола. Заводишь ее, и пластинка начинает играть. И я тогда мыслил в тех понятиях. И за свою жизнь, а мне сейчас 94, я повидал так много перемен, что не могу согласиться с понятием «утопия». Если бы я спроектировал очень хороший город, он был бы лучшим только на данный момент. Но я знаю, что этот город стал бы смирительной рубашкой для детей будущего. Они будут разрабатывать свои собственные города. Поставив мне памятник перед городом, вы сдерживаете будущее. Если у вас есть ноутбук, а я уверен, что есть, этот ноутбук не самый лучший из всех возможных. Он лучший только на данный момент. Через 10 лет ноутбуки станут меньше, легче, быстрее и так далее. Развитие не остановить. Нельзя использовать термин «утопия», так как он подразумевает идеальную цивилизацию, в которой уже нечего улучшать. А для меня это абсурд. Все, что я проектирую, будет усовершенствовано. Даже в моих собственных работах. Я постоянно что-то изменяю. У меня нет неизменных взглядов. Все, что я видел из Проекта Венера, выглядит потрясающе. Это прекрасно спроектированные миры. Но похоже, что многие люди, с которыми я разговаривал, хотят видеть мир без алчности, без страха, без убийств, без правительств, без полиции, без банкиров. Как этого достичь, если есть такая вещь, как ревность? Хотя бы с ней что делать? Или терроризм? Кто-то может захотеть повзрывать. Конечно. В своих путешествиях я повстречал много разных людей. Я постараюсь объяснить, что такое ревность. Видите ли, люди даже не задумываются над значением своих слов. Если спросить конкретного человека, каким выводом вы пришли в вашей жизни сейчас, когда вам 70 лет? Он скажет, «Ну, я люблю природу. Я считаю, что в природу нельзя вмешиваться. Я думаю, что природа чудесна». И я спрашиваю, то есть вы любите ураганы, землетрясения, которые убивают тысячи людей? Они же тоже природа? Если быть честным до конца, некоторые аспекты природы поддерживают жизнь. Другие же — губительные. Гремучая змея — это природа. Кобра — тоже природа. И землетрясения — это природа. И падающие на землю метеориты — это природа. Я не идеализирую природу. Некоторые ее стороны мне нравятся, другие же — губительны для человека. Когда я встречаю человека, который говорит, «Я люблю природу», я уточняю, что вы имеете в виду. Другой может сказать, «Я духовная личность». Я не уверен, что это означает, поэтому уточняю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что у вас нет замков на двери? А когда вы встречаете голодного незнакомца, то приводите его домой и кормите? Я знаю, что у них нет четкого понимания слов, которыми они пользуются. Меня это смущало, потому что я хотел знать, что человек имеет в виду, когда он говорит, «Я сторонник планирования общества, я социалист». Или когда другой говорит, «Я коммунист». Я спрашиваю, «Как вы предотвратите коррупцию при коммунизме?» Я не знаю. Я спрашиваю, «Как вы обеспечите жильем миллионы нуждающихся?» Я не знаю. Тогда я прошу их рассказать мне подробнее о своих взглядах, но у них нет информации. Однажды я встретил одного друга, скорее знакомого, мы были не так уж близки. Он сказал мне, что баллотируется на политическую должность. Я ответил, «Мне так жаль это слышать». Он не понял меня. Конечно, он не понял. Что ты хочешь этим сказать? Я ответил, что политики... В Вашингтоне я встречал много политиков. Я спрашивал их, «Как бы вы решили проблему аварий на дорогах?» Я не знаю. «Как бы вы повысили урожайность, не истощая при этом почву?» Я не знаю. «Тогда что же вы знаете о материальном мире?» Ну, думаю, у меня не технический склад ума. Я сказал, «Вы понимаете, что все, что у нас есть сегодня — ваш фотоаппарат, машина, самолеты, коммуникации — это все технологии, а политики — не техники. Чем они могут быть полезны?» Они же ни в чем не разбираются. Я сказал, «Когда вы летите коммерческим рейсом, вам не нужно подсказывать пилоту. Мы летим под углом. Выровняйте самолет». Он знает свое дело. И штурман знает, как добраться до места назначения. И все это благодаря различным технологиям. Решают ли технологии все задачи? Нет. Но они решают больше задач, чем не технологии. «Будь хорошим», «Будь добрым». Что это означает? Для меня это значит, что каждый должен иметь возможность получить релевантное образование. Все люди во всем мире нуждаются в чистом воздухе, чистой воде, пахотной земле и релевантном образовании. Релевантное означает ни рекламы, ни адвокатов, ни бизнесменов, ни банкиров. А люди, которые умеют выращивать пищу, лечить телесные повреждения. Вот это настоящие люди. Никаких других людей я не знаю. Но есть те, кого называют философами. Они сидят и медитируют на свой попок. Или входят в комнату и освобождают свой разум всевозможных мыслей. И приходят к чудесным идеям. Что нужно на Земле, так это мир и согласие. А как этого достичь? Я не знаю. Я говорю, вы не предлагаете способов решения проблемы. Отвечают, я не понимаю, о чем вы, Жак. Я говорю, если бы я имел к этому какое-то отношение, к управлению страной, я бы убрал знаки «Осторожно», «В дождь дорога скользкая». Я бы покрыл дорогу абразивным материалом, чтобы в дождь не было скользко. Есть и другие знаки «Осторожно», «Дети», 14 миль в час. Надо снизить мощность питания до 14 миль в час. И можете давить на газ, сколько влезет. Есть знак «Осторожно», «Дети переходят дорогу». Я создал бы устройство, которое работает так. Когда ребенок нажимает на кнопку, чтобы перейти улицу, он не сможет это сделать, пока не загорится красный свет, на дороге не поднимется загородка в виде конуса. Тогда ни одна машина не сможет сбить ребенка. Вот как я выражаю свою заботу. Я не знаю, что значит «Я верю в мир, согласие и доброту». Я понимаю сами слова, но я знаю, что за ними ничего не стоит. Проект «Венера» отличается от других проектов. Тем, что когда я спросил себя «Как же изменить людей?» Ответ был «Я не знаю». Тогда я вступил в Кукусклан. Вы знали об этом? В Майами. И я расформировал их за полтора месяца. В их группе было 32 человека, включая главного. После этого я присоединился к Совету белых граждан. Они ненавидели иностранцев. И я присоединился к ним, как будто я один из них. Но я работал только над их лидером. И расформировал их за один месяц в одиночку. Позже, когда я вернулся из Калифорнии в Нью-Йорк, я поинтересовался у местных. «Кто у вас в Нью-Йорке самые отсталые люди?» Мне ответили, что это арабы. Потому что они все еще верили, что Земля плоская. И я сказал себе, «Ну, посмотрим, смогу ли я распустить эту группу?» Но прежде я разузнал, кто у них был главным. Его звали Эльбас. Я позвонил ему по телефону. «Эльбас, могу ли я прийти и поговорить с вами?» «Я знаю его диалект». Он спросил, «Ты есть араб?» Я сказал, «Э, по-арабски это значит «да». А я знаю по несколько слов на разных языках. Немецкий, французский, по чуть-чуть». Так вот, я спросил Эльбаса, «Могу ли я с ним увидеться?» Он спросил, «Откуда твой отец? Он родится?» Я ответил, «В Ливане». Он сказал, «Приезжай видеть меня». «Приезжай ко мне». И когда я встретился с ним наедине, он спросил меня, «Думаешь, что мир он круглый?» Я ответил, «Да». «В его стране это значит, что это глупость». Затем он сложил руки вот так и указал на свою голову. Я рассказываю в точности, как это было. Он сказал, «Если мир он круглый, человек падать вниз сюда. Вся вода, она падать с мира вниз». Он спросил, «Ты понимать, что я тебе говорить?» Я ответил, «Э-э». Затем я дал ему воздушный шарик. Я принес его с собой. И очень быстро натер его шерстью. Затем я насыпал в его ладонь кукурузные хлопья и попросил держать руку на расстоянии 20 сантиметров от воздушного шарика. Знаете, что будет с хлопьями, если натереть шарик шерстью? «Нет, не знаю». Из электростатики они подлетят и прилипнут к шарику. Это называется статическое электричество. И у него челюсть упала на пол, когда он увидел, как хлопья липнут ко всему шарику, и не падают. Он спросил, «Мир — он магнит?» Я ответил, «Э-э». «А-а-а». И он объяснил это всем остальным. «Вы дали ему доказательства?» «Мне потребовалось полтора часа, чтобы его переубедить». Логикой людей не переубедить. Она совершенно не работает. Им нужны доказательства. Но только то, что он считает доказательством, а не то, что я таковым считаю. Позже я вспомнил фразу из Библии, «Почитай отца своего и мать свою». Моя мать была расисткой и зашоренной фанатичкой. Она ненавидела иностранцев, японцев, чернокожих. Однажды я привел домой своего приятеля японца. Она отрезала, чтобы здесь таких больше не было. Тогда я попытался аргументировать, как дурак. В юности я полагал, что логика убедит любого. Но она совсем не работала. Тогда я сказал, «Если ты свою мать не можешь изменить, то весь мир и подавно». Рассказать вам, как я изменил Куклос-клан и свою мать? Хорошо. Я подружился с парнем по имени Лу Мерлин. Он был главой группы Куклос-клана в Майами. И у него был магазин военных излишков. Знаете, что это? Да, армейский магазин. Я покупал там линзы. Как-то он спросил, «Что ты делаешь с этими линзами?» Я ответил, «Ну, приходи ко мне в лабораторию и сам все увидишь». Я работал над разными оптическими устройствами. Он сказал, «Ты умный парень. Что ты думаешь о клане?» Я ответил, «У вас чудесная организация, но с нераскрытым потенциалом». Видите ли, если начать критиковать, то ничего не получится. Он спросил, «Что это значит с нераскрытым потенциалом?» Я сказал, «Лу, побывав у меня в лаборатории, он зауважал меня». И вот что он сказал, «Приходи к нам на собрание клана и расскажи парням о том, чем ты занимаешься». Я сказал, «Лу, они не будут меня слушать, ты же знаешь». Он ответил, «Я заставлю их слушать. Ты умный парень». Я сказал, «Лу, если получится, тогда я не против». Он сказал им, «Я хочу, чтобы вы выслушали Жака». Он знает, о чем говорит. Потому что он был впечатлен тем, что я ему показал. Позже я могу рассказать об этом, если захотите. Так вот, он сказал мне, «После нескольких выступлений перед его парнями, я рассказывал им о дрессировке животных, зная, что они интересуются собаками. Они много охотились». Я показал им несколько кинопленок с животными, которых я дрессировал, как животные сидят за столом, а я подношу тарелки, и они едят. Я рассказал им, что перед тем, как работать с животными, я занимался насекомыми. Я нанес муравьиный спирт по кругу банки, поставил на него муравья, и он ходил по этой полоске. Ему не приходило в голову, «Подожди-ка, я ведь здесь уже был». Он так и не сходил с полоски, пока не нарисовал ему выход. Затем я узнал, что большинство насекомых реагируют на звуки, химические вещества, свет. Я начал работать с животными. Труднее всего было со змеями. В дрессировке змеи я даже не знал, с чего начать. Я тогда был еще мальчишкой. Так вот, что я сделал. Я кидал в террариум со змеями черных и коричневых мышей. Змея прицеливалась и хватала мышь. Видно было только, как дергались задние лапки. Она смешно ее глотала. У змеи зубы загнуты внутрь и движутся взад-вперед, проталкивая добычу вглубь. Они не глотают. Затем я захотел, чтобы она не трогала белую мышь. И я поместил туда белую мышь и установил стеклянную перегородку между мышью и змеей. Змея прицеливалась на белую мышь, но ударялась об стекло. После 10-15 повторений, когда белая мышь попадала змее на глаза, та уже не пыталась ее схватить. Тогда я убрал перегородку, и белая мышь спокойно гуляла по всей клетке, а змея кидалась только на темных мышей. Потом я сфотографировал, как белая мышь сидит у змеи на голове и скребет лапками. Змея ползала вокруг и никогда не трогала белую мышь. У змеи появился условный рефлекс. Да. Потом я задумался, а как насчет таких явлений, как ревность? Она врожденная или это инстинкт, или она приобретается? Я поговорил об этом с одним психологом. Он сказал, нет, ревность — это естественное явление. Она наблюдается по всему миру в каждом животном. Я попросил его привести пример. Он сказал, когда я дотрагиваюсь до своего кота, моя собака рычит. Но особенно, когда я беру его на колени и глажу. Я спросил, это то, что вы называете ревностью? Он сказал, да, это то, что я называю ревностью. Это операционное определение. Я сказал, если это инстинкт, то я попытаюсь проверить это. Я давал собаке кусочек печенки и дотрагивался до кота. Я продолжал кормить собаку, и после 10-15 повторений, когда я прикасался к коту, собака уже виляла хвостом. Если бы ревность была врожденной, этого бы не произошло. Собака бы по-прежнему рычала. Я был вынужден отвергнуть это. Я начал разговаривать с учеными, в основном с психологами в те времена. И я спрашивал, почему вы приспосабливаете людей под эту систему? Она же психически больная. Именно этим они и занимаются. Они, видимо, глупы, разделают это. Потому что психологов обучают по стандартной общепринятой программе. Им также дают статистику, которая не всегда точна. И поэтому я начал много делать сам. Мой дед изменил меня в некоторых аспектах. Он сказал, Жак, люди приехали в Америку изо всех уголков мира. Они привезли с собой печатный станок. Арабы дали нам алгебру. Это арабское слово алгебра. Индийцы дали нам математику и ноль. Другие народы дали нам печатный станок и язык. Мы говорим на кривом английском в Америке. Мой дед сказал, если ты любишь землю, поклянись верности земле и всем ее жителям. Если же ты клянешься верности одной нации, то отвергаешь всех остальных людей. И я увидел в этом смысл. В других же областях мой дед не был таким уж здравомыслящим. Он верил, что под землей живут люди, которые выглядят как мы, наши копии, но с куриными лапками, с перепонками. Однако в некоторых областях поведения деда было вполне разумным. В школе я отказался давать клятву верности флагу. По всей видимости, моей учительнице это не понравилось. Она схватила меня за ухо и протащила так всю дорогу до самого кабинета директора. Мне тогда было где-то 14 лет. И она пожаловалась директору, он не хочет давать клятву верности флагу. Директор посмотрел на учительницу и сказал, «Вы свободны. Можете вернуться в класс». Он обнял меня и спросил, «Почему ты не хочешь давать клятву верности? Все так делают». Я ответил, «Когда-то все верили, что Земля плоская». Но плоской она от этого не стала. Он спросил, «Что ты думаешь об истории Америки?» Я рассказываю самую суть того, что меня изменило. Я ответил, «В учебниках по истории каждый говорит правильные вещи и правильно поступает. Это не похоже на настоящих людей. Они ошибаются. Делают неверные суждения. Но этого нет в книгах по истории. В них все правы». Тогда он спросил, «А что ты думаешь о методике обучения в нашей школе?» Я ответил, «Когда учитель говорит ребенку, «Это неправильно. Это не дает ребенку никакой информации для развития». Или же «Этому я тебя не учила». В этом нет информации». Он спросил, «А что же тогда информация?» Я ответил, «Когда ребенок пишет слово «Миг» с буквой «К», скажите «Почти правильно». «Перепиши две верные буквы из имени «К» на «Г». Но не говорите просто «Неправильно». Ведь в этом нет». Он сказал, «Мне придется вызвать твою мать». Я ответил, «Делайте то, что должны». Моя мать пришла вся в слезах, как обычно. «Что он натворил?» Она вытирала слезы. Он ответил, «Ничего он не натворил. Но, похоже, наша школа ему не очень подходит». Она такая, «О боже, что с ним будет?» Он говорит, «Не думаю, что вам стоит беспокоиться об этом, потому что я собираюсь отвезти его в книжный магазин и купить ему любые книги, которые он захочет, и разрешу ему читать их прямо в школе. Я отгоражу ему место для этого, и он должен будет приходить ко мне раз в неделю и отчитываться о том, что он читает и почему он это читает. Я должен вам рассказать еще кое-что, прежде чем продолжу, хорошо? Да, конечно, у нас много времени. Я хотел понять, как самолеты летают, еще ребенком, по такому разреженному веществу, как воздух. Я не мог этого понять. Я спросил свою мать отца и родственников, у них не было информации. К счастью, я нашел в библиотеке книгу, которая называлась «Братья Райт». Я сильно переживал, так как этот вопрос мучил меня годами. В сильном волнении я открыл книгу и начал читать. Стоял солнечный майский денек. Миссис Орвил Райт развешивала белье на веревке. Я не хотел этого знать. Мне это не понравилось. И вот так вся книга была наполнена этим солнечным майским деньком. И только в конце выяснилось, что они убили голубя. Ставили ему в крылья проволоку, которая держала их раскрытыми. Они двигали его крылья вперед и назад, чтобы найти центр тяжести. И запустили его. Это было информацией. И когда я вернулся в школу, я заглянул в книги. Большинство из них оказались солнечным майским деньком. Много туфты и мало информации. Тогда я начал читать и вычеркивать всю туфту солнечный майский денек и искать существенные. Так мне удавалось прочитать больше по существу и меньше солнечного майского денька. Потом директор умер через полтора года после того, как он все это устроил. И у меня забрали эту привилегию. Тогда я начал прогуливать. Я не ходил в школу шесть недель. Однажды, вернувшись домой, я обнаружил на крыльце соцработника. Он спросил, «Ты? Жак Фреско?» Я ответил, «Да». «Тебя не было в школе уже целый месяц». Я поправил, «Шесть недель». Он сказал, «Верно». Он спросил, «Чем ты занимаешься, когда не в школе?» Я ответил, «Я хожу в библиотеку и читаю то, что мне интересно. Я хожу в музей науки и техники и смотрю на то, что мне интересно». Он спросил, «Ты зависаешь с бандами?» «Наркотики употребляешь?» Я ответил, «Нет». «Мне это не интересно». Он спросил меня, «А чем ты занимаешься дома?» Я ответил, «Я соорудил дома лабораторию, совсем простенькую». Он попросил, «Можно посмотреть?» Я ответил, «При условии, что не расскажете моей матери, кто вы, потому что она закатит истерику». Он согласился. Мы пожали руки, и я показал ему свою лабораторию. Он сказал, «Не могу сказать, что ты не прав, ничего плохого ты не делаешь. Можешь сделать мне одолжение?» Я поинтересовался, какое. «Появись завтра в школе, просто чтобы показать, что я сделал свою работу. Потом можешь прогуливать сколько хочешь». Он мне нравился. Хороший человек. Я выполнил его просьбу и больше не появлялся в школе. Я поехал автостопом в Калифорнию. Почему? Потому что с самолетов сыпались листовки. «Приезжайте в Калифорнию, здесь много работы». А я не мог найти работу. Мой отец тоже. Это было во время Великой депрессии. Банки рухнули. А родители как раз взяли дом в кредит и уже успели выплатить кое-что. Несколько платежей. А когда банки рухнули, они не смогли больше платить. Только в нашем штате 15 миллионов спали на улице, где попало. Это положило начало общественному сознанию. А в магазинах на витринах стояли фонографы. Знаете, такая штуковина с заводом. Товаров было полно. Но у людей не было денег. Это были хорошие люди. Они строили лачуги. В то же время я прочитал, что ветераны Первой мировой войны собираются в Вашингтоне на марш за солдатскую надбавку спустя годы после войны. Правительство обещало им по 600 долларов. Но в то время у них не было денег, чтобы заплатить по 600 долларов миллионам солдат. И вот ветераны шли по Вашингтону в своих форумах с медалями, на костылях, в инвалидных креслах. И они спали, где попало, по всему городу. Я видел это в Вашингтоне своими глазами, когда был ребенком. И генерал Дуглас МакАртур, не знаю, слышали ли вы о нем. Тогда он был еще капитаном. Сенат сказал, уберите их отсюда, выглядит безобразно. Тогда он приказал им уйти, а они ответили, не раньше, чем получим нашу премию. Тогда он приказал своему подразделению применить средиточивый газ. И это задело меня очень глубоко. Средиточивый газ против своих? Да, против ветеранов. Они просто хотели получить премию, обещанную им правительством. И тогда я сказал себе, с этим надо кончать. Это казалось мне ужасно жестоким. Потому что вокруг все было. Фермеры выращивали пищу, но у людей не было денег, чтобы ее купить. Поэтому их зерно просто гнило. Я заметил. Это было во время Великой депрессии. В то время вы не застали, поэтому вам придется поверить не на слово. Повсюду с импровизированных трибун выступали люди под американскими и нацистскими флагами. И рассказывали о нацистских взглядах. Там были и социалисты, и коммунисты, и многие другие. Все говорили о новых идеях. Именно депрессия стимулировала все это. Когда люди разочаровались в своих избранных лидерах. Отчасти как сейчас, да, в точности. А я стоял перед выступавшим коммунистом, а он рыкнул мне, брысь отсюда, малец. Мне тогда было где-то 16 лет. Они все были взрослыми. Молодежь этим не интересовалась. А я не ушел, и он повторил. Я же сказал тебе, брысь отсюда. Я ответил, я хочу послушать, о чем вы говорите. Он спросил, почему? Потому что я не верю тому, что демократы говорят о республиканцах, и что республиканцы говорят о демократах. Я хочу слышать от коммуниста, что такое коммунизм. Он сказал, можешь остаться. Через час он сказал мне, точнее, я сказал ему. Я хочу задать вам тысячу вопросов. Он сказал, тебе нужно в КСМ. Я спросил, что это такое? Он ответил, коммунистический союз молодежи. Я спросил, как их найти? Он дал мне адрес, и я отправился туда. Там были дети, мальчики и девочки от 10 до 17 лет. И они читали такие книги, как «Преступление и наказание» Достоевского. Это были нетипичные дети. Они отличались от обычных детей. Были намного просвещенней. Дождавшись окончания собрания, я поднял руку и спросил, как вы собираетесь предотвратить коррупцию, когда придет коммунизм? И как вы собираетесь предоставить жилье массам? Он ответил, когда придет время, тогда и займемся этим. Я сказал, все это звучит очень гуманно. Давайте учредим техническое отделение коммунистической партии и будем работать над жильем для масс. Они сказали, ты отклонист. Я спросил, это что такое? Ты отклоняешься от учения Маркса. Я сказал, я же пытаюсь помочь. Я помог бы любому. Он ответил, ты должен уйти. Ты отклоняешься от Маркса. Но вице-президент Коммунистического союза молодежи сказал, давайте выслушаем его. И они выгнали нас обоих. Тот председатель был глуповат, я полагаю. Ведь я лишь хотел помочь. Ну что ж, после того, как нас выгнали, я поехал автостопом в Калифорнию. Меня подвозила одна женщина. Выглядела она килограмм на 140. В новеньком автомобиле. В большой шляпе с вишенками и перьями. Такая была мода в те годы. Она слегка приоткрыла дверь и спросила, ты христианин? Я ответил, кто же еще? Она сказала, садись. В машине я тут же уснул, потому что не спал уже несколько дней, шагая по дороге. Она наткнула меня в бок. Очень больно ткнула. Ты не будешь спать в моей машине! Что же мне делать? Будешь петь всю дорогу до Техаса. Что вы хотите, чтобы я пел? Иисус меня любит, я это знаю, потому что в Библии об этом читаю. Мне пришлось петь всю дорогу до Техаса. Но я понял, что она, будучи верующей, не понимала, о чем читала. Она не понимала Библию. Конечно. И когда я добрался до Калифорнии, я отправился в то место из сброшенных листовок о работе. Там стояли сотни людей. И один парень спрашивал, будешь работать за 8 центов в час, ты будешь работать за 7 центов в час, и брал того, кто соглашался за меньшее. Мне показалось это очень жестоким. Я добрался автостопом до одного авиационного завода. Мне было тогда почти 18 лет. И я попросился к ним на работу. Они сказали, «Ты чертежник? Инженер? Ты разбираешься в аэродинамике?» Я ответил, «Нет». «Но мы не можем тебя нанять. Ты же до 10 классов не закончил». Я сказал, «Все верно». Тогда я показал ему свои эскизы, и он сказал, «Ты нанят». Я спросил, «Что я должен делать?» «Просто придумывай что-нибудь». Я спросил, «А какие у вас проблемы?» Он ответил, «Когда приземляется большой самолет?» Я в деталях рассказываю. Их большие шины, которые стоят иногда по 10 тысяч долларов за штуку. Такие, как на Форде Трай Моторе или Конкорде. И они быстро изнашиваются. Тогда я приделал лопасти по бокам колес, так, чтобы колеса начинали крутиться, пока вы в воздухе. Но так как шасси можно было убирать, колеса начинали вращаться из-за лопастей, только когда их выпускали. Что бы я ни придумывал, принадлежало этой компании. Я проработал там какое-то время. Этот парень сказал, «Первые три недели, что ты был здесь, Жак, ты внес больше вклада в отрасль авиастроения, чем за всю историю авиации». Он был главным чертежником. И он спросил меня, «Как ты придумываешь все эти штуки?» Я ответил, «Ну, это долгая история». Он пригласил меня на обед к себе домой и объяснил ему. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты встретился с главным по аэродинамике. Это человек, который изучает воздушные потоки над крыльями и вокруг поверхностей». Он сказал ему, что я считаю закон Бернулли не совсем верным. Знаете, что это? Воздух над крылом должен преодолеть большее расстояние, что создает пониженное давление. Поэтому две трети подъемной силы идут с верхней части крыла, на них с нижней. Чтобы это проверить, я построил модель крыла. Когда воздух отражается от крыла наверх, то на крыло действует и сила вниз. Понимаете? Если воздух ударяется сюда и отражается наверх... Да, вы думали, что воздух будет толкать крыло вниз? Да, и в итоге мы получаем нулевой результат. Я рассказал Форду, парню, который нанял меня, что не согласен с законом Бернулли. Он передал это главному инженеру по аэродинамике. И тот подошел ко мне, «Ты не согласен с законом Бернулли?» Я ответил, «Нет, я не согласен лишь с некоторыми его аспектами». Он отрезал, «Я даже говорить с тобой не хочу». И ушел. Очень известный человек, доктор Клайн. Это был первый случай, когда я встретил ученого, который повел себя ненаучно. Ему следовало сказать, «С чем именно ты не согласен?» Если бы он был ученым, он попытался бы помочь мне, если я не прав. Я начал задумываться, «Надо же, если ученый так себя ведет, тогда у меня нет причин их уважать. Я должен их проверить, всех до единого». «Это будет непросто», — подумал я. Так я занялся дисциплиной под названием «Общая семантика». Книга называлась «Наука и психическое здоровье» Альфреда Коржибски. В ней он говорит, что слова, употребляемые людьми, не являются информацией. Они лишь названия, которым учат в школе. И эта книга очень помогла мне разобраться с языком и общением. Я углубился в общую семантику. И следующей моей книгой стала «Тирания слов» Стюарта Чейза. Она бы и вам помогла, если вы интересуетесь историей языка. Я также прочитал «Становление ума» Джеймса Харви Робинсона о том, как мы становимся такими, какие мы есть. В основе всех этих книг лежали эксперименты, а не пустая философия. Так я стал много экспериментировать. Затем я работал в проекте одного самолета модели DB-7, Douglas Bomber 7. Я не работал над бомбовыми механизмами, хотя меня все время просили. Я отвечал, что не разбираюсь с них, только в устройствах безопасности самолета. Я нашел у DB-7 недостаток. Я сделал его модель и поместил в аэродинамическую трубу, и он сразу же вошел в штопор. Но не прямой штопор, а плоский штопор. В книге по аэродинамике говорилось, что большинство плоских штопоров фатальны. Самолеты из них не выходят. Тогда я занялся этой проблемой и показал Форду, что если повернуть за концовку крыла вот так, то это остановит плоский штопор. Он воскликнул, прекрасно, я оформлю на это патент. На имя Дугласовского отделения Northrop Aircraft, но не на имя Жака Фреско. Да. Чтобы вы не придумали у себя дома или еще где, все забирает компания, на которую вы работаете. И я думал, что это несправедливо. Я считал, что это нечестно. Мне никогда не повышали зарплату или еще что-нибудь. И в итоге ДБ-7 без моей модификации вошел в штопор и разбился. И Форд сказал мне, мы в деле. Но нас обоих попросили уволиться. Понимаете? Да. Потому что иначе пришлось бы отвечать руководству. Я жаждал справедливости. Я думал, что это нечестно. Позже я понял, что справедливости нет. Компании переносят производство за границу, потому что оно там дешевле, чем в Америке. Сигареты убивают людей, но правительство имеет с этого неплохой куш. Это означает, что они не заботятся о людях. Это доказывало мою мысль. И виски, и вся эта дрянная еда, которую суют людям. Потом еще эта искусственная генная модификация растений без долгосрочного тестирования. Это опасно, изменять растения генетически, где можно было бы выращивать их в натуральном виде, но ни в коем случае как монокультуры. Необходимо, чтобы различные растения росли смешанно, чтобы поддерживать друг друга. Так я начал отворачиваться от коммерческого сельского хозяйства и коммерческой науки. Понимаете? Меня интересовала наука, но она принадлежала корпорациям. Ученые работали над ядерным оружием. Парень по имени Альберт Эйнштейн вывел формулу, и он помогал. Лео Силард и Оппенгеймер разрабатывали атомную бомбу. В Библии есть кое-что полезное. Там говорится, не мечите бисер перед свиньями. Знаете, что это значит? Нет. Не давайте людям то, что они не готовы использовать разумно. Технологии стали рычагом для правительства и вооруженных сил, которые работали над машинами для убийств, так как считали себя патриотами. В Германии некоторые ученые ушли с должностей, но большинство из них остались и создавали оружие. В Италии католики-инженеры работали над самолетами против Америки. А в Америке самолеты строили американские католики. Священники окунали свои крапилы в святую воду и благословляли военные самолеты и танки. Хотя в Библии написано, не убей, полюби врага своего, подставь другую щеку. Меня всегда ужасно забавляло, что в армии есть попы и священники. Я рассказываю вам о своем прошлом, о котором, полагаю, вам стоит знать. Мои идеи не возникли из ниоткуда. Учитывая мое прошлое, я был вынужден сталкиваться со всем этим. Вы немало повидали за свои 94 года. Хотел бы спросить. Один из главных злодеев всего движения за правду — это Дэвид Рокфеллер. Вы с ним одного возраста. В чем секрет вашего долголетия? Да нет никакого секрета, еще многое надо сделать. Я не думаю о том, чтобы питаться ради жизни. Я ем. Одна еда мне нравится, другая не нравится. Я был органическим вегетарианцем многие годы, пока не прочитал книгу Чандра Боше, о которой до этого не слышал. Хорошее имя — Чандра. Сэр Джагадиш Чандра Боше. В его честь был назван институт в Индии. Он приехал на научный конгресс в Англию, где рассказал, чем занимается, и его обсмеяли. Он был физиологом растений. Спустя годы несколько британских ученых посетили его лабораторию, и выяснилось, что то, чем он занимался, было настолько... потому что это было настолько радикальным. Он взял живую ткань и закрепил ее между двумя контактами, а снизу поставил свечу, чтобы проверить, сможет ли он зафиксировать боль. И в те времена еще не было осциллографов, но он спроецировал ответ ткани на стену зеркалом. Оно двигалось очень незначительно, но на стене колебания были видны, как на осциллографе. Он также обнаружил, что медная проволока дает ту же реакцию, что и живая материя. Он затруднялся сказать, что мы подразумеваем под словом «жизнь» и «нежизнь». Он сказал, хотя солнце неорганическое, но без него погибли бы все растения, а за ними сгинули бы и люди и животные, но оно неорганическое. Но он не мог отделить органическое от неорганического. Все они — звенья одной цепи. Его книга была настолько необычной, что изменила меня и увидел раку кроликов, вегетарианцев на деревьях, костях динозавров, когда стал изучать эту тему. Затем я подумал, а как насчет того, что за пределами науки и физики. Метафизика, силикинез. Знаете, что это такое? Да, двигать предметы, не касаясь их. Было так много людей, которые в это верили. И я подумал, Жак, почему бы тебе не проверить это? Я читал про одного парня по имени невспомненно, вскидку. Ну ладно. Астоя. Астоя. Да, Астоя. А он был, по-моему, из Индии. Он утверждал, что не пользуется телефоном, потому как обладает силой телепатии. Он сказал, что никогда в жизни не пользовался телефоном, потому что всегда может прочитать любые мысли. Я подумал, если он на это способен, к черту науку! Зачем я себе зад надрываю? Трачу столько времени. Я и еще десять моих товарищей привезли его из Индии в Америку. Я сказал, сэр, если вы прочитаете мои мысли хоть один раз, я буду кричать об этом с самых высоких колоколен и всем об этом рассказывать. Он ответил, да, я все время это делаю. Тогда я уточнил. Для чтения моих мыслей вам нужно полнолуние, вам нужны особые условия. Он ответил, нет, в любое время. Я спросил, хотите, чтобы я встал лицом на восток или на запад? Я хотел дать ему идеальные условия. Он ответил, нет, просто думайте о чем-нибудь. Я спросил, а если я подумаю о технике? Он ответил, что ж, я не передам это в ваших терминах, но смогу описать происходящее. Я согласился. Но перед этим я заметил, как он работал с другими. Он разговаривал с женщиной 78 лет. И он говорит, у вас в семье кто-то скончался либо три месяца назад, либо за последние три года. У вас в семье всегда кто-то умирает, когда вам 78. Мне показалось, что он работал с вероятностями. Понимаете? А стоя работал с вероятностями. Но это еще не значит, что он не может читать мысли, но и доказать не может. Дайте я расскажу, что я сделал. Я представил себе маленького белого мышонка, который съедал слона, при этом не увеличивался в размерах и выходил из здания. Если телепатия существует, если бы он рассказал мне это, тогда я убежден. Да. Но он ничего не смог ответить. Я подумал, может, просто в этот раз не сработало. Может, он все-таки способен на это. Тогда я представил себе двуручную металлическую пилу, знаете такую? У нее две ноги. И она входит в лес вот так. А дерево замечает ее и разрезает пилу пополам. Это вне вероятности, понимаете? Если бы он смог, тогда телепатия есть. Но он не смог. Он вообще ни одной моей мысли не прочитал. Зато у него получилось, когда подошла молодая девушка. Есть всего шесть волнующих тем или около того. Почему у меня меньше свиданий, чем у моей сестры, понимаете? И он выдавал типичную историю, но мысли он так по-настоящему и не прочитал. Он все-таки работал с вероятностями. Когда девушка наклонялась вперед, он был на верном пути. А когда отклонялась, он сменял тему. Позже я встретил еще одну пару, утверждавшую, что они читают мысли каждый день. Я пригласил их к себе домой. Я попросил их продемонстрировать свои способности. Мужчина согласился. Он сказал, полистайте свои собственные книги и найдите шесть или семь или десять киноактеров или десять президентов. Он сказал, и даже не произносите эти имена, просто покажите пальцем. Я указал на Милларда Филмора. Это была моя первая встреча с этим парнем. Он сказал, а теперь позвоните в Англию мистеру Тракмору. Слышали эту историю? Я позвонил мистеру Тракмору в Англию. Он сказал, я вижу президента с пучками волос на щеках. Его имя Миллард Филмор. Тогда я указал на киноактера. По-моему, это был Гарри Грант, если слышали о нем. Я указал на имя, а тот позвоните в Нью-Джерси Смитсону. Я позвонил ему, он сказал, я вижу высокого худого актера, англичанина по имени Гарри Грант. Сразу же. Это было лучшее из того, что я видел к тому моменту. Вот как это работает. Перед тем, как заняться исследованием этих случаев, я прочел все, что мог о телепатии в шоу-бизнесе. Сотни книг в библиотеке. Вы можете найти их в обществе иллюзионистов. Вы некомпетентны как исследователь, если не изучите сам предмет в первую очередь. И вот что я узнал. У него был друг в Англии по имени Тракмор, у которого был список. Если вы спросили мистера Смита, это означало Гарри Грант. Джонсон означал такого-то актера. Они угадывали президентов, исходя из того имени, по которому вы к ним обращались. Вы поняли или нет? Кстати, хочу рассказать вам кое-что. У меня был друг, инженер. И он сказал, в Калифорнии живет преподобная Мэй Тейлор, у которой есть церковь, именуемая Церковь живых мертвецов. Это название такое, я не придумал. Она рассказывала о каждом в зале. Ваш сын погиб в автокатастрофе 8 февраля. Не пропускала никого из присутствующих. Я отправился в ту церковь, потому что если это правда, тогда моя система ограничена. Я не отметился в гостевой книге. При входе в ней пишут свое имя. Такая книга есть у многих телепатов и предсказателей. Как только вы отметились, вас просят присесть, а сами уходят проверить, есть ли у них что-нибудь на вас. Если порыться в архиве в небольшом городке, ваш брат погиб в автомобильной катастрофе 4 февраля, они переписывают себе данные из архива, и когда вы приходите, вас просят отметиться в книге, и в ту же минуту бегут посмотреть, есть ли у них на вас информация. Я просто хотел вам объяснить почему. Я не отметился в гостевой книге, и она сказала про каждого в церкви, но перескочила через меня. Но это не доказывало, что она не способна на это. Тогда я попросил 10 своих друзей пойти в ту церковь, сесть порознь, но не отмечаться в гостевой книге. Я хотел проверить, все ли по-настоящему, и она перескочила через всех десятерых. Какой вывод я мог сделать? Понимаете? Преподобная Мэй Теллор сделала на этом миллионы. Мне не понравилось то, что я увидел. Тот парень, который меня туда отправил, был искренним, но он не знал, как это делается. Однажды на мой семинар пришли два священника, и они сказали мне, «Жак, проблема в том, что ты хочешь работать только с материальным миром, но ведь есть вещи и за гранью материального мира». В Палм Спрингс, в Калифорнии, жила одна женщина, которая обладала, по их словам, способностью телекинеза. Могла двигать предметы, не касаясь их. И я сказал, «Позвоните ей и попросите, могу ли я приехать?» Священники согласились. Они позвонили ей, и она ответила «Да». Я сказал, спросите ее, смогу ли я все осмотреть во время сеанса, потому что я очень хочу убедиться, правда ли это. Я еду туда не как скептик, желающий кого-то разоблачить. Я просто хочу знать. Она ответила «Конечно». Я посетил городской архив, прежде чем пошел к ней домой. Ее муж был фокусником, иллюзионистом. Он умер десять лет назад. Обычные люди будут навещать вас какое-то время. Но если у вас умерла жена, то через год к вам будут ходить гораздо меньше, по статистике. Что ж, я пришел к ней, она приняла меня очень тепло и любезно, на стол она поставила большую вазу, и та начала двигаться прямо при свете дня. Никаких нитей, ничего. У меня с собой была перьевая ручка. Я поднес ее к столу, и она застучала с частотой 60 Гц. Я снял со стола облицовку и обнаружил там зуммер, закрепленный вверх ногами на четырех резиновых подкладках. Стол был идеально отполирован и слегка наклонен. Я позвал отец Дан, отец Дэмси, идите посмотрите. Она мне, ты сукин сын, пошел вон отсюда. Я сказал, я не враг вам. Но если рассказывать детям, которые пришли к вам сегодня, что у вас сверхспособности, они не будут работать над проблемами. Видите ли, если молиться и надеяться, что пойдет дождь, если стоит засуха, необходимо вырыть растительный канал, чтобы растения не погибли. Итак, я сказал ей, я не враг вам. Я понимаю, почему вы этим занимаетесь. К вам приходят люди. Вы одиноки. Но показывая это, вы завоевываете одобрение и признание. Она обняла меня, и мы снова были друзьями. Но я не хотел ее уничтожить. Я продолжал исследовать метафизические явления как только мог. Левитацию, ауру. Я до сих пор так ничего и не нашел. Не считая случая, в одной религиозной книге у одного парня на голове светился ореол, чему было много свидетелей. У меня была и другая книга. Аномалии и курьезы в медицине. Существуют кожные заболевания с люминесценцией. Вы когда-нибудь видели люминесцирующие волны? Да, биолюминесценция в воде. Да, так вот, эти кожные заболевания излучают свет. А все думали, что они святые. Они просто были некомпетентны как наблюдатели. Многое из этого начало отпадать, уходить в прошлое. Все происходящее со мной я стал проверять вопросом, можешь ли ты дать операционное определение словам, которыми пользуешься. Чтобы использовать слово, мне требовался мысленный образ того, что за этим словом стоит. И это помогло отфильтровать уйму бесполезной туфты. Этот принцип из общей семантики. Затем я встретился с семантиками и спросил их, как бы они изменили общество, они не знали. Они проработали все слова, но у них не было операционных определений того, как улучшить наше общество. Так случилось, что я был знаком с итальянскими детьми в Америке. Они говорили вот так. «Эй, куда ехать, а? Можно ехать на твоем велике, а?» Означает, можно прокатиться на твоем велике? Я встречал ирландских детей. Они говорили так. «Славный ирландский малыш! Приятели с Дублина!» И я заметил, что их диалект отражает то место, откуда они приехали. Южанин скажет. «Ща надыбаю сей нигер и надирай мы сзад!» Сразу видно по мимике, по всему. И еще я заметил, что во Франции много жестикулируют. «Вива ла Франц! Вива ла Тур-Эфель!» Эйфелева башня. И как движутся их губы, их выражение лица. Все в точности отражало ту культуру, откуда они. А те, кто прожили десять лет в Германии и затем приехали в Америку, говорили с немецко-американским акцентом. «Год им химель», что значит «Бог на небесах». Я подмечал выражение их лиц, их язык. Или, например, в одной области Испании один из королей шепелявил, и придворные стали тоже шепелявить. Теперь в испанском языке есть шепелявые твуки. Что ж, вы должны понимать влияние среды. Спрашивают, откуда вы знаете, что нет настоящих людей, которые чувствуют и видят то, что другие не могут. Тогда я спрашиваю их. Приходит ко мне как-то человек и говорит, «Я состою в новом высокообразованном сообществе, высшее сознание». Я спросил, «Что это такое? Мы люди, которые в своем развитии далеко превзошли обычных людей». Я спросил, «Вы один из них?» Он ответил, «Да». «Вы член сообщества высшее сознание?» Он сказал, «Да». Я спросил, «Где у вас почки?» А я не уверен. Я спросил, «Как быстро течет кровь в ваших венах и артериях?» Я не знаю этого. Я спросил, «Что вы имеете в виду высшее сознание?» Если это никак не проверить, как тогда узнать, что означает высшее сознание? Я-то знаю, что он имеет в виду, но сам он нет. Так вот, я отправился в Тринидад, поскольку прочел в одной книге, что они ходят по раскаленным углям благодаря своему особому состоянию сознания. Я подумал, «Ух ты! А вдруг это и в самом деле?» Мясо ведь на огне поджаривается. Если можно войти в такое состояние сознания и ходить по раскаленным углям, я хочу знать о нем. Я отправился в Тринидад, потому что там была индийская колония, о которой я читал, что они ходят по раскаленным углям. Я отправился туда, и они действительно жгут угли, пока тени превращаются в золу. Белый пепел толщиной полтора дюйма. И они не ходят по раскаленным углям. Они быстро пробегают по пеплу. По рыхлой золе. Я прошел по тем же углям. Затем один парень подошел ко мне с длинной иглой. Иглой для вязания. Оттянул пальцами кожу и проткнул насквозь, и лицо тоже. И говорит, «Я не чувствую боли. Со мной там был друг врач». Я сказал, «Парень утверждает, что может управлять частотой своего пульса, может ускорить или замедлить одной силой мысли». Врач проверил. И говорит, «Действительно». Поискав, я нашел у парня под мышкой пробковый шар. Зажимая шар, он ослаблял свой пульс. И я сказал, «Смотри, док». А он, «Вот дела». Я и не заметил. Я сказал, «Я знаю. Вот так это делается». Понимаете? Прежде чем пытаться исследовать что-либо, прочитайте все, что сможете. Соберите информацию. Потому что именно информация – это то, что ближе к действительности. Давайте вернемся к проекту Венера. Прежде всего, почему вы назвали его «Проект Венера»? Потому что старое название было «Социокиберинженерия». Социокиберинженерия? Да. Что означает применение науки и техники для улучшения жизни всех людей в мире и восстановления окружающей среды. Пока мир поделен на отдельные страны, будут неприятности. Так почему же Венера? Потому что позже мы искали землю для постройки экспериментального центра. И я нашел ее в местечке Венус, где не распрыскивали яды на растения, токсичные вещества. Венус во Флориде? Венус во Флориде. Хорошо. Никто не мог выговорить слово «Социокиберинженерия». Это было еще до того, как приставка «Кибер» стала широко известной. Поэтому мы назвали его «Проект Венера» по названию самого местечка. Как вы встретились с Питером Джозефом? Когда Питер Джозеф выпустил первую часть «Духа времени», многие писали ему. Они спрашивали его, «Хорошо, все это интересно и поучительно, но что теперь делать? Как это можно изменить?» Он отвечал, что не знает. Роксана выслала ему книгу, которую я написал. Она о мире без денег. Все лучшее, что не купишь за деньги. Да, она о мире, в котором деньги не используются. Он счел ее крайне важной. Он сразу же приехал к нам и начал снимать, и годом позже выпустил «Дух времени» приложение. Он сказал, что впредь будет рассказывать о Проекте Венера, поскольку то, о чем он говорил раньше, было верным, но не предлагало никаких решений. А Проект Венера работает именно над тем, как осуществить то, это, сделать операцию и так далее. За моими плечами разработка тысяч хирургических инструментов, электронных и механических устройств, в том числе для самолетов. Почему так многих людей в интернете беспокоит связь между о дивным новым миром Хаксли и Проектом Венера? Потому что они не знакомы с Проектом Венера детально. Они думают, что я хочу использовать машины для всеобщего управления. Это не так. Вот почему они так думают. Пилот, когда я был еще мальчишкой, выглядывал за борт и прикидывал — высота примерно одна миля. А позже один инженер изобрел доплеровский радар. Сигнал идет вниз, отражается от земли, и прибор сообщает — высота 5400 футов и 20 дюймов над землей. Ни один человек на это не способен. Поэтому я бы лучше воспользовался прибором, чем оценкой летчика. Я вовсе не хочу власти машин. Я лишь предлагаю использовать их. В Сан-Франциско бывает настолько туманно, что на метр вперед ничего не видно. Обнаружили, что инфракрасными камерами можно снимать взлетно-посадочную полосу. Пилот может видеть взлетно-посадочную полосу, если использовать инфракрасный киберскоп. Для меня это стало экстенсиональным. Надо, чтобы вы понимали это слово. Технология для меня — это расширение человеческих характеристик. Без микроскопа не увидеть, как выглядят вещи на самом деле. Вы можете увидеть их только такими, какими их воспринимают ваши рецепторы. Но через микроскоп, когда я впервые посмотрел через микроскоп, то, что казалось гладким, выглядело как гористая местность. Я спросил, «Да какая же она?» Он добавил увеличение, и стало похоже на щепки. Тогда я спросил, «Да, но на самом деле-то какая?» Он ответил, «Это глупо, вопрос зависит от твоих рецепторов. Через электронный микроскоп видно, как частицы постоянно движутся». Я думал, что искал истину. Он сказал, «Нельзя увидеть истину. Вокруг нас радиоволны, которые мы не видим. Миллиарды бактерий на столе, которых не видно». Он сказал, «Некоторые люди ищут истину. Они искренни, но их технические познания сильно ограничены». Мой лексикон начал меняться, как и мое отношение к поискам истины. Чтобы найти истину, надо знать абсолютно все, чтобы отличать, что правда, что нет. Это звучало нелепо. Я встречал многих людей, прочитал уйму статей. Одна девушка уже почти села в самолет. Ей тогда было около 16 лет. Она сказала, что что-то ей помешало. Она не знала, что. Но она не села в тот самолет, а он разбился при взлете. И 150 человек погибли. А она сказала, «Иисус спас меня». И она собиралась выступить с речью в Голливудской пресвитерианской церкви. Это было 40 лет назад. И я приехал туда. Она рассказывала собравшимся, как Иисус спас ее. Обо всех чувствах, охвативших ее. И все говорили, «Аминь, благослови Тебя Господь». Тогда я подошел прямо к кафедре, я не был членом этой церкви. И я сказал, «Он не захотел тебя, он выбрал тех 150». Я лишь хотел показать им, что эта девушка была эгоцентричной. И я подождал у церкви, чтобы посмотреть, тронуло ли это кого-нибудь. И они жали мне руку, говорили мне, «Так жаль, я ведь раньше тоже так думал». Их взгляды поменялись. И я не хотел, чтобы... Как если бы четверо ваших детей погибли в автокатастрофе, один выжил, а мать сказала, «Иисус спас его». Суть в том, где он сидел в машине по отношению к точке удара, понимаете? Когда я начал задумываться, почему происходят аварии на дорогах, почему бы не оборудовать автомобили датчиками сближения, чтобы, если кто-то захотел вас врезаться, то не смог бы, потому что его датчик сближения включил бы тормоза. Около 9-10 месяцев назад провели опыт по замеру скорости обработки информации. Компьютеры в то время могли обрабатывать одну тысячу триллионов единиц информации в секунду. Ни один человек на это не способен. Поэтому я хочу установить компьютеры в Вашингтоне и подключить их к промышленности, производству, сельскому хозяйству, чтобы получить общее представление о наших возможностях. Но не для замещения людей, которые могут сделать работу лучше. И не для контроля над людьми, а лишь для мониторинга сельского хозяйства. Позвольте рассказать вам кое-что, о чем, я уверен, вы не знаете. С высоты 3000 миль из космоса, с помощью инфракрасных камер, если сфотографировать джунгли Амазонки, вы увидите все больные деревья в особом оттенке. Земля вращается, и с инфракрасной камерой мы получим сведения о состоянии здоровья растений по всему миру. Ни один человек на это не способен. Вот эти области мы хотели бы автоматизировать. Тогда у нас будут изображения земли и изображения океанов, на которых загрязненные места выделены особым цветом. И мы сможем увидеть загрязнение погибающей рифы по всему миру. Ни один человек на это не способен. Люди думают, что машины захватят власть, потому что мыслят в рамках существующего общества, монетарного общества. И я бы до чертиков боялась власти машин в этом обществе. В сущности, это и происходит. И неважно, насколько вам не хочется машинизации производства, это ничего не меняет. Они работают лучше людей. Они быстрее на производстве, и они будут вытеснять людей с рабочих мест. Но в нашем обществе подобное вытеснение вредит людям. Сегодня машины используются и для угнетения, и подавления людей. Для бомбежек и убийств ради ресурсов. Не машин нам нужно бояться, а их неправильного использования и злоупотребления. И пока мы живем в денежной системе, общество будет все более фашистским. От машин будет все больше вреда. Именно поэтому мы хотим. Вот почему у Жака появилась идея ресурсоориентированной экономики, где техника не будет использоваться подобным образом. Это и не может быть иначе, если вы понимаете ресурсоориентированную экономику. А как убедить людей, что это не... Когда мне было 17, я сделал самолет нового типа. Я даже помню, как это произошло. Я случайно обронил пробковую деревяшку, и она, вращаясь, медленно опустилась на землю. Тогда я согнул ее, и она закружилась быстрее. Я сделал самолет с двумя вращающимися крыльями. Не пропеллерами, а вращающимися крыльями. И он приземлялся медленно, а взлетал быстрее. И когда я пришел в кружок авиамоделирования, большинство обычных детей мастерили обычные самолеты. Но не я. Я работал один. Некоторые из них не летали, и мне приходилось преодолевать эти проблемы. Я не нуждался в одобрении других детей. В моей голове было. Думаю, что смогу решить эту проблему, или ту проблему. И я научился работать самостоятельно. Но когда я был в обществе других детей, они подходили ко мне, «А это что еще за ерундовина?» Они не говорили, «Это интересный тип самолета. Он летает». Они этого не делали. И они казались мне ненормальными. Но стали они такими, общаясь с обычными детьми. Тогда я стал отдаляться от обычных детей. И начал читать и экспериментировать. Но я поплатился за это. Потому что когда директор школы отгородил место в классе, где я мог читать все, что пожелаю, обычные дети меня поколотили. И на авиационном заводе, когда этот Форд выделил мне место и сказал, «Просто придумывай что-нибудь», меня избили инженеры. Вы понимаете? Да, потому что они не хотели, чтобы вы отличались. Поэтому я и начал терять уважение к системе образования. Я пригляделся к университетам. Их техническое оборудование было лучше, чем когда-либо. Но войны становились все разрушительнее. За считанные секунды ядерное оружие может уничтожить целый город и погубить тысячи людей. И я сказал, что-то в корне неправильно с нашей культурой. Явно. И я начал работу над перепроектированием культуры. Вот так это и было. Но вопрос в том, как изменить людей, которые воспитывались так годами, поколениями. Китай привлек мое внимание. И я начал изучать их культуру. Я расспрашивал китайцев по переписке. Случалось ли, чтобы в Китае рождался ребенок и сразу говорил по-китайски. За всю тысячелетнюю историю Китая. Они отвечали, нет, их всегда надо было обучать. Тогда я засомневался. Могут ли родители передавать по наследству опыт своим детям? Я проверил это во всех языках. Ни один американец, ни один англичанин не говорил по-английски, не обучаясь ему. Если взять филиппинского малыша и вырастить его в Италии, он будет говорить как итальянцы. Нельзя передать по наследству приобретенные качества. Могут передаться двойные глаза, тройные уши или множественные груди, но нельзя передать то, чему вы научились. Если вы математический гений, это не передастся вашим детям. Но если вы знаете подход к ним, то сможете дать им способности достигнуть того же. Если вы родились с мозгом лучше обычного, скажем, у вас больше нейромедиаторов, вы знаете, что такое ученый идиот. Если спросить такого человека, что случилось 2 февраля 1918 года, он ответит, в этот день был награжден первый линкор. И люди удивятся. Невероятно. Но в других областях он слабоумный. У него больше нейромедиаторов в отдельной области мозга. Если вы родились с самым лучшим мозгом, с лучшими мозговыми тканями, с большим числом нейромедиаторов, то вы станете фашистом быстрее. В мозге нет механизма, который бы различал, что имеет значение, а что нет. Это зависит от жизненного опыта. Я заметил, когда лисенок видит дикобраза, он не знает, что это, и крадется все ближе и ближе, нюхает его, накалывается на иглы, и тогда держится подальше. И люди скажут, видите, он научился. Нет, укол изменил его. Они используют слово «учиться». На прогулке один старик как-то сказал, человек никогда не будет летать, и тут над ним пролетает самолет. Говорит, я изменил свое мнение. Но он не изменял свое мнение. События изменили его самого. Возьмем, к примеру, сверхбогатые семьи или династии, которые управляют международными финансами или политикой. Семьи Кеннеди, Рокфеллеры, Ротшильды — это самые яркие примеры. Для меня очевидно, что эти люди любят власть. Такие как Мао Цзэдун. Они любят власть. Как мы убедим их принять более эгалитарное общество? А вот как. У меня был друг Генри Берлинер. Ему принадлежал авиационный завод «Берлинер Джойс». Во время депрессии я зашел повидать его. К нему приехали правительственные агенты. И сказали, мы забираем завод. Он спросил, почему? Вы уже три года не платите по нему налоги. Он сказал, у меня нет заказов на самолеты. Забирайте гребанный завод. Все равно простаивает. И вот такое творилось в Штатах. Шевроле обанкротился. Банки обанкротились. И мы опять дали деньги тем же людям, которые создали проблему. Мы выручили их средствами из государственных фондов, образовательных фондов. А это говорит нам о том, кто в стране главный. Обама сделал то же самое. Поэтому я и говорю, что это ничего не изменит. Вот если General Motors покажет проект новой модели, которая будет лучше, чем Toyota, с лучшим пробегом, тогда если выручить их деньгами, то точно будет отдача. Но если у них нет проектов, а им все равно дают деньги, то это указывает на коррупцию. В прошлый раз они потеряли свои заводы, но мы их выручили. В этот раз спасения не будет. Еще не было такой ситуации, чтобы мы воевали, а экономика не процветала. Сейчас же войны идут по всему миру, а уровень жизни не растет. Ядерная война продлится три дня. Не успеешь заработать. Понимаете? На ней денег не сделаешь. Поэтому если вас хотят призвать на службу в армии, я так солдатам говорю, то пусть призовут и всю военную промышленность, чтобы никто и копейки не выгодал из войны. Тогда она настоящая. Я так говорю солдатам. Они отвечают, блин, вправду. Но если просто сказать, вы же людей убиваете, они ответят, ты кто такой, иностранный шпион, что ли? Расскажите им, чего не хватает. Если не получается словами, попробуйте фильмы. Фильмы могут донести информацию миллионам людей. Я нет. Я езжу по всему миру и выступаю перед аудиторией, может, в 500 человек и убеждаю их. Я думаю, что умею это делать. Но в мире миллионы людей. И при помощи фильмов можно достучаться до миллионов за один месяц. Вот почему я рекомендую фильмы. Я бы показывал фильмы о том, как я стал таким, каким стал. Я бы показывал фильмы о том, что мы еще об этом не говорили, что человек не может ни думать, ни мыслить логически. Это брехня. Я бы показывал, как работает ум, как становятся творческими людьми, что такое творчество. Люди пишут, это творческие люди. Они родились гениями. У них удивительная наследственность. Они одаренные. Если человек одарен, за что давать ему медаль? Если он родился математиком, понимаете? За что их награждать? Зачем нужен конкурс красоты? Девушка не создавала свое лицо. Если бы оно было из глины, и она сама его вылепила, тогда можно дать ей медаль. Но если она такой родилась, за что ее награждать? И тогда я начал критически анализировать культуры всего мира. И все они казались полны дерьма. Нам проще считать, что фреско полон дерьма, чем весь мир. Почему некоторые связывают проект Венера с программой элиты по сокращению численности населения? Ну, во-первых, единый мир, по мнению General Motors, это их единый мир. По мнению Федерального резерва и банковской системы, единый мир — это мир под их контролем. Мы живем в мире, где многие обычные люди недостаточно знакомы с проектом Венера. Поэтому они всегда связывают мои слова с коммунизмом, социализмом, фашизмом. Меня по-всякому обзывали. Но в коммунизме есть деньги, в коммунизме есть банки, есть армия, флот, тюрьмы, полиция и правительство. У нас же ничего из этого нет. Это если сказать вкратце, в чем разница. Как добиться того, чтобы у всех семи миллиардов людей было единое мировоззрение? Перед тем, как вступить в войну с фашистской Германией, мы отправили туда Чарльза Линдберга, потому что он был известен как первый человек, перелетевший океан. Не уверен, что вы много о нем слышали, но все же. Когда он вернулся, вот что он рассказал в Пентагоне. Нацистская Германия производит 3 тысячи самолетов в месяц. У нас было 600 первоклассных боевых самолетов. И это все, что у нас было. Поэтому правительство направило своих представителей на все авиационные заводы с сообщением «Расширьте свои заводы в два раза. Мы собираемся вступить в войну с Германией, Италией, Японией и Испанией. Нужны громадные объемы производства». Владельцы авиозаводов посовещались и ответили «Нет, потому как после войны мы останемся с большими заводами, для которых нет заказов». Наш ответ «Нет». Тогда правительство ответило «Мы оплатим это из государственных средств». Они заняли эти деньги у банков, создав этот супердолг на плечах у общественности. После войны американскому народу принадлежало 60% американской промышленности. Но ее отдали за 3% от стоимости обратно промышленникам. Люди об этом не знают. Этого нет в школьных учебниках. И пока они этого не знают, «Вы кто такой? Иностранный шпион, что ли?» Они злятся на меня. «Лично я, Жак, думаю, что сегодняшнее общество, потому как долго так продолжаться не может, думаю, его ожидает крах. В моем представлении будущего мы все погрязнем в войне. Начнется гигантская третья мировая война, скажем так. И да, поможет нам Бог. Я не верю в Бога, но да поможет нам Бог. Я считаю, что мы движемся по неверному пути еще с аграрной революцией. Думаю, того, что вы сказали, более высокая вероятность, чем у Проекта Венера. Но я не могу с этим смириться. Но причина в том, вы понимаете, я не могу с этим смириться. Поэтому я сделаю все, что только в моих силах. И Роксана, не все, кто поддерживает Проект, чтобы изменить людей. Не получится, так не получится. Я не идеалист, который думает, что люди примут Проект Венера. Этого я не знаю. Чтобы это произошло, не потребуется убедить всех. Большинство хотят знать, а мне-то что достанется. Когда крах случится, и если будет группа людей, которая сможет запустить Проект Венера в какой-то степени, один из аспектов Проекта — создать изобилие, которое будет доступно всем. И когда люди увидят, что здесь их уровень жизни будет выше, они, скорее всего, присоединятся после краха, когда нечего есть, когда у них не будет ни жилья, ни работы. Нам всем известно, что большие перемены намного проще после полного хаоса, как после урагана Катрина компании просто приватизировали все школы без проблем. Но если нет целей, к которым нужно стремиться, если нет альтернативы, а я никакой другой альтернативы не вижу, которая шла бы в ногу с наукой и техникой на благо людей, не в интересах промышленности и корпорации, как это сегодня, а в интересах людей и ради благополучия природы, то у нас ничего не выйдет. Мы скатимся прямо к фашизму. Чем больше людей понимают проект, что существует другой достойный стремление вектор развития, не те люди, которые ошибочно полагают, что тут замешаны Ротшильды или всемирная диктатура. Это просто смешно, потому как все в точности наоборот, они совсем не разобрались. Тогда у нас, возможно, появятся шансы на разумное жизнеспособное будущее. Проект Венера выглядит заманчиво, но как представители проекта отнесутся к тому, что я уведу группу людей обратно в джунгли для жизни подальше от общества? Возможно ли будет пойти другим путем? В джунгли? Сегодня на Земле так много людей. Думаю, что вы пытаетесь сформулировать более глубокий вопрос. Кто принимает решения в будущем? Кто решает, как люди должны жить, несущая способность окружающей среды? Знаете, что это значит? Если участок земли может обеспечить жизнь стольким-то животным, но если землетрясение изменит эти условия, например, вода уйдет под землю, то большинство животных погибнет. Поэтому необходимо изучить несущую способность земли и текущую численность населения. И если задействовать весь потенциал ресурсов, сможем ли мы искоренить бедность? Сможем ли мы построить больницы? Вместо того, чтобы выбивать гроши на медицинские исследования, пока что у нас все еще более чем достаточно ресурсов, даже несмотря на все растраты и войны. Теперь, если взять суммарные затраты на Вторую мировую войну, я говорю о бомбардировке Англии, Германии, уничтожении городов, о четырех стах потопленных кораблях, о десятках миллионов погибших. И если просто взять те деньги, в которые обошлась война, можно было бы построить дома для каждого на планете и стереть трущобы с лица земли. Построить больницы по всему миру. Что-то явно не в порядке с нашим обществом. Что-то явно не в порядке со всей этой брехней, с математиками. Они вечно колдуют своими уравнениями высшего порядка. Поэтому мне не нравится тот парень в инвалидной коляске, который интересуется поведением частиц. Если бы они были учеными, почему люди убивают друг друга? Бросайте к черту эти дисциплины. Мне плевать, что планета движется по орбите с колебаниями, когда весь мир катится в ад. Да, надо расставить приоритеты. Я ответил на ваш вопрос? У нас проблемы сейчас. И я не сторонник полетов на Луну. Ведь как только мы начнем заселять другие планеты, следующая война будет там. Я хочу, чтобы люди научились жить вместе и шли покорять космос единым сообществом. Это приемлемо? Да. Я категорически против какой-то отдельной нации в космосе. Конечно, это разобщение. В чем наше разногласие? Ни в чем. Спасибо, Жак. Если 3,5 миллиарда индийцев и китайцев захотят американского стиля жизни, то эта планета протянет еще от силы лет 20. Мы все знаем, что этой системе возможно даже необходим крах. Я думаю, вы знаете больше, чем они. Если вы сможете поделиться этой информацией. Некоторые люди знают столько, другие вот столько, но до конца никто из них не знает. И они думают, что ну хоть как-то государство заботится о нас. У них неверные убеждения. Или Бог не даст этому случиться, прежде Иисус спустится с небес. Понимаете? У них неверная информация, и это разобщает нас. Моя задача, когда я общаюсь со священниками, я переубеждаю их. Я изменил взгляды многих священников, сделал их агностиками, не атеистами, но я изменил их так, что они больше не верят, что Иисус спустится с небес на землю. Я рассказываю им эти короткие истории. Если вы видели, как я общаюсь с большой аудиторией, у меня для этого отдельный подход. Зная немного об их прошлом, я меняю характер беседы. Я не обращаюсь к ним, чтобы завоевать их расположение. Я подаю информацию, которая, как я знаю, важна для них относительно медленно. Я знаю, что я и сам буду другим через два года, если доживу. Я изменю и других. Уверен, вы доживете до 2012-го. У меня нет неизменных взглядов на то, каким должен быть мир. Они постоянно меняются. Видите ли, общество сегодняшнего типа называется устоявшееся. Общество, о котором говорю я, называется прогрессирующее. Оно не стоит на месте. Оно постоянно претерпевает изменения. В какую сторону, я не знаю. Потому что в ближайшие 40 лет будет так много новых изобретений. Я не могу экстраполировать. Лишь в ограниченных пределах. Проект Венера несовершенен. Он просто чертовски лучше. И он хорошее начало для объединения мира. И я лучше попытаюсь осуществить его, чем пойду на дно вместе с обществом. Почему так много людей используют слово культ, говоря о проекте Венера? Потому что они не читали мою книгу. Если они прочитают ее и скажут, в вашем обществе есть недостатки. Я спрошу, какие, например? Ну, ваши балки недостаточно толстые, чтобы держать здание. Дайте мне информацию. И они говорят, вы хотите предотвратить аварии. Как? Я знаю, как это сделать. Я знаю, как возводить дома автоматически. Я спроектировал один из первых сборных домов. Он был выставлен в студии Warner Brothers. Они брали по 3 доллара только за то, чтобы люди могли посмотреть на него. Все деньги шли в фонд сердечников. Можете проверить. Все новое высмеивается и поднимается на смех поначалу. Когда братья Райт разрабатывали самолет, ученые того времени из научных кругов. Да, верно. Все они говорили, что человек не сможет летать. Но братья Райт никогда не читали тех книг. И они шли вперед и построили летательный аппарат. Мы не слушаем людей, которые обзывают проект или говорят, что это невозможно. Потому что если к такому прислушиваться, то ничего нового и не будет. Как вы считаете, Жак, может ли власть любви победить любовь к власти? Что ж, эту цитату я слышал много раз. Прежде всего, слово «любовь» не означает одно и то же для разных людей. Я всегда спрашиваю, что вы называете любовью. И скажу вам, что слово «любовь» уйдет, и появится новое слово. И это слово — экстенсиональность. Встретив человека с шестью руками, вы, может быть, скажете, «Фу, ты, что за чертовщина?» А он ответит, «Я могу гладить собаку, есть суп, чесать спину и жать руку Шурину». Но люди не думают об этом. Они такие, «Фу, я знаю кое-что, зачем бы мне пригодились лишние руки». Хорошо. Суть в том, что когда люди используют слово «любовь», они используют его в контексте их цивилизации и их жизненного опыта. В будущем при знакомстве людей будет интересовать, насколько им экстенсионален другой человек. Их общение и сближение будет зависеть от экстенсиональности. То есть, если вы встретили людей, которые научили вас, как выращивать пищу быстрее, полезнее, как следить за здоровьем, если вы понимаете, что они делают, то будете стараться поддерживать отношения с экстенсиональными вам людьми. Так много разных людей вкладывают в слово «любовь» так много разных значений, так что мы бы предпочли слово «экстенсиональность». Когда я показал владельцам авиазавода, как можно остановить плоский штопор, повернув за концовки крыла в сторону ветра, и когда я показал им, как привести во вращение шасси, они были в восторге. Но это не понравилось производителям шин. Конечно нет, это скажется на продажах. Потребуется меньше шин. Вот почему необходимо позаботиться о многих различных аспектах общества. Я считаю, что моя личная роль — превратить порядок в хаос. Что бы вы сказали по этому поводу? Таким, как я. Не беспокойтесь, это и без вас произойдет. Да, я согласен. Это происходит уже сейчас во всем мире. Хорошо, побеседуем на более личной теме, Жак. Заряды еще на 15 минут. Есть ли у вас какие-либо религиозные, духовные, эзотерические или оккультные убеждения? Если бы я знал, что вы имеете в виду, я предпочитаю термин «экстенсиональность». Хорошо, это как трансгуманизм. Я правильно понял? Да, мне интересна эта тема. Я считаю, что люди через 500 лет будут значительно отличаться от нас. Так отличаться, что мы даже не попадем в их книги по истории. Мы настолько отсталые и примитивные. Многие поспорили бы, что раньше мне не нравится это говорить. Но похоже, что так оно и есть. Вы сами спросили. Почему вам не нравится это говорить? Потому что я хотел бы видеть людей достаточно разумными для перехода к новой системе, избежав всех этих страданий. Но они не такие. Надеюсь, после этого фильма многие станут относиться к вам спокойнее. Потому как я согласен. Мир в жопе. Да, он в жопе. И проект «Венера» предлагает нечто, что мы могли сделать после краха. Жак, мы же одного мнения, что крах необходим. Люди выходят из себя. Почему вы ждете краха? Почему не реализуете сейчас? Это невозможно сейчас. Я не могу. Но мы работаем над этим. Мы не сидим, сложа руки и ждем коллапса. Сейчас важно знакомить людей с положительной альтернативой, с реальной альтернативой. И на это требуется много времени. Потому что проект сильно отличается от привычного. Когда я спросил вас о религиозных убеждениях, вы сказали «экстенсиональность». Что я имел в виду? Микроскоп — это экстенсиональное устройство. Когда я впервые встретился с Эйнштейном, я спросил «Вы верите в истину?» Он сказал «А что ты называешь истиной?» «Ну вот, вещь гладкая». Тогда он поместил ее под микроскоп. «Так это был Эйнштейн». И выглядело по-другому, да. А я говорю «Ах, вот какая она в действительности». Он сказал «Нет». Добавил увеличение, и она стала как щепки. Он сказал «Смотри с разных углов. Для невооруженного глаза она гладкая. Но для насекомого она грубая. А для микроба — это горы». Я спросил «Да какая же она?» Он ответил «Это глупый вопрос. Мы не можем видеть, каковы вещи в действительности, а только какие они для наших рецепторов». Я сказал «Я не понимаю». Он сказал «Собака, например, слышит звуки с частотой 30 000 Гц. Люди же слышат звуки только до 22 000 Гц. Акулы могут учуять одну унцию крови на расстоянии в 5 миль. Ни один человек на это не способен». Он сказал «Когда ты говоришь, что люди — высшая форма жизни, ты проецируешь жак. Есть много животных. Например, ястреб может увидеть монету с крыши Empire Street Building. Человек же — только однометровый шар». Когда вы говорите, что мы высшая форма, уточняйте «В какой области?» Когда говорите о любви, скажите «Вы любите свою мать в какой области?» Мне не нравились расовые взгляды моей матери, ее предрассудки, ее зашоренность. Но она хорошо относилась ко мне. Она беспокоилась. Когда вы говорите «Я влюблен в этого человека», это всегда неправда. Вам нравятся некоторые его качества. И как только вы поймете, что любовь колеблется, она перестанет сбивать вас с толку, вы будете понимать. Я говорю об экстенциональности в терминах тех примеров, что я привел. По-вашему, что такое осознание, Жак? Ну, люди считают, что это степень осознания мира. Животные не говорят «Я живу, я на земле, как занимательно». Если показать дикарю часы и открыть заднюю крышку, он не скажет «Какие удивительные шестеренки». Он не сможет. У него даже нет этих ассоциаций. Поэтому, глядя на часы, он заулыбается. И все, скажет «Миленько!» И будет носить их у себя на шее, но никогда не посмотрит на время. Люди, в зависимости от своего жизненного опыта, видят мир не таким, каким видите его вы. Из-за нехватки экстенсиональности в их образовании. Они обучены служить той системе, в которой они выросли. Они не обучены тому, что вы называете думать и мыслить, и выходить за рамки. Мы же хотим научить этому каждого человека. И если что-то не удается, то мы стараемся найти решение. Если я не нахожу подход к человеку, я говорю «Я не знаю подхода к нему». Я не говорю «Он тупой». Я говорю «Я не знаю, как достучаться до него, что заставляет меня работать еще усерднее». Считаете ли вы, что в конце концов с человечеством все будет хорошо? Я не знаю. Откуда мне знать? Мы можем поубивать друг друга. Мы, может, даже построим этот прекрасный мир, а метеор сотрет его в порошок. Я не знаю. Кто к черту знает? Однажды я спас тонущего ребенка, и кто-то сказал «Вы совершили замечательный поступок». Я ответил «Вот уж не знаю». Если бы вы сказали, кем он станет в будущем, если он станет Гитлером, я бы подумал «Что же я натворил?» Я не знаю. Откуда мне знать? Жак, считаете ли вы, что есть одно бесконечное сознание, и мы переживаем его субъективно? Нет. Нет? Нет. Если посмотрите на историю человечества, то увидите, что его никогда не было. Ну ладно, если посмотреть на всеобщую громадную космологическую картину... Могли бы вы кратко подытожить, что же происходит? Я поверил бы в это, если бы пришел ураган и обогнул церковь сверху или вокруг. Или если в здании только дети, и ураган прошел бы вокруг здания. Тогда я бы сказал, что космическое сознание существует. Но ураганы, похоже, никого не выделяют. В цунами топят тысячи людей. Землетрясение рушит здания с евреями, шведами, католиками. Похоже, что ему наплевать. Хорошо, а что порождает серийных убийц? Был человек по имени Альберт Фиш. Считается, что он съел 40 детей. Люди хотели разорвать его на куски или сжечь заживо. Они были в ярости. Один психиатр Альберт... Не Альберт, а Вертхам. Фредрих Вертхам. Он сказал, не убивайте его. Я хочу попытаться выяснить, что сделало его таким, чтобы избежать этих обстоятельств в будущем. Мне нравится этот парень. И вот что он обнаружил. Когда Альберту Фишу было 8 лет, он трогал свои интимные места. Его мать была набожной баптисткой. Добрая женщина. Она вошла и сказала, ты будешь гореть в аду, если будешь трогать эту часть своего тела. Это дьявольское занятие. А ты будешь гореть вечно. Она до смерти напугала мальчика. И мать рассказала, что в 2 часа ночи раздался крик. И войдя в спальню, она увидела, как он втыкает иголки в свои гениталии. Потому что он не хотел попасть в ад. Понимаете? Понимаю. Позже он начал уводить детей в лес и пытался отрезать им гениталии, чтобы уберечь их от ада. Я понимаю. По-вашему, кто такой солдат? Это человек, смотревший фильмы, где японцы насилуют женщин. Это называется пропаганда. Потому что среди японцев столько же насильников, сколько среди нас. Они не так уж и отличаются. Но с помощью пропаганды можно развить в людях ненависть к немцам. Называть их краудс. Капустниками. А в наши дни к мусульманам. Все, что мы ненавидим, это результат манипуляций. Снимаются фильмы, чтобы убедить детей служить в армии, показывающие медали, героев. Хочу, чтобы вы знали. Я работал на человека по имени Эрнст Удет. Он был главой ВВС Германии в Первой мировой войне. Я работал на него. Я спросил, как вам удалось сбить 70 самолетов? Он ответил, это было очень легко. Так он разговаривал. Я летал над эскадрильями и высматривал новичков. Знаете, что это значит? Неопытных, слабых пилотов. И я сбивал их. Как хищный зверь. Вот так он делал. Как вы спросили его, как это у него получалось? Он ответил, а вот так вот. Да, он рассказал мне. Превосходно. То же самое делал и Эдди Риккенбакер, американский герой. Он сбил около 65 самолетов. Нет другого способа это сделать. В бою с равным противником вы, может, сбили бы 6 или 7 самолетов. Но никак не 70. Понимаете, о чем я? Понимаю. Так что для меня все эти так называемые герои — лишь часть окружающего нас обмана. Я не злюсь на них и не сержусь. Я их понимаю. Если вы выросли в этом мире, вам дали пулемет, и вы расстреляли 400 человек, врагов, то вам дадут медаль, 5 медалей. Да, тогда вы не массовый убийца, вы не маньяк, вы герой. Понимаете? Нет никаких маньяков, никаких героев. Они созданы определенными обстоятельствами. Если мы не знаем этих обстоятельств, то ненависть приходит на смену решениям. Расскажите им, как они стали такими. И если вы знаете, как их изменить, если у вас есть знания о механизмах изменения, это займет... Люди спрашивают, сколько времени потребуется, чтобы изменить всех людей на Земле? Если у нас будут телекомпании, кино и СМИ, то три месяца. Три месяца? Не больше. Вполне правдоподобно, если учесть свиной грипп и ислам. Я узнал этот военных. Я спросил, как вы берете подростков из церквей и превращаете их в машины для убийства? У нас был человек по имени Фрэнк Капра. Он снял фильм под названием «Почему мы сражаемся». Он показал японцев плохими, показал немцев ужасными, испанцев пугающими. Это всегда срабатывает. Это срабатывает всегда. Сколько времени потребуется? Три месяца. Дайте мне руководство над фильмами, телевидением, радио. И это не займет много времени. Потому что когда люди начнут меняться, они изменят других людей. Абсолютно. 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 Озвучено на студии «Рамбол» специально для российского отделения проекта «Венера».